Позвольте представить доклад, посвященный роли локальных воздействий в комплексном лечении больных метастатическим раком молочной железы. Что касается данной проблематики, наверное, его можно разделить на две эры. Первая – это до появления эффективной системной терапии, когда имелись пациенты с осложненной формой рака молочной железы, в частности, кровотечение и рана незаживающая. И вторая – это после появления эффективной системной терапии, когда эти пациенты жили долго, и опухоль молочной железы уже начала рассматриваться как какую-то угрозу для дальнейшего прогрессирования заболевания. В течение последних 15-20 лет появились данные, которые свидетельствуют о том, что уменьшение опухолевой нагрузки в зоне первичной опухоли повышает последующую системную терапию и также может улучшить показатели выживаемости. Ну, в частности, было исследование рака почки, где часть пациентов, ну, до нового выявленные случаи с четвертой стадии заболевания, где часть пациентов подверглись нефректомии. Так вот, в этой группе пациентов показатели выживаемости были лучше, чем те, которые не оперировали. И такая же картина была выявлена в случае рака желудка, рака толстой кишки, меланомы. То, что касается рака яичников, можно сказать, что на сегодняшний день такие циторедуктивные операции, они являются стандартом, но при этом хочу отметить, что крупных рандомизированных исследований, которые бы подтвердили именно вот со степенью достоверности 1А при раке яичников, несмотря на это, пока не проведено. Ну, любая методика имеет как потенциальные плюсы, так и потенциальные минусы. Ну, то, что касается минусов, считается, что удаление первичной опухоли может активировать рост метастазов за счет пробуждения дремлющих клеток и стимуляции ангиогенеза. Но тут хотел бы отметить, что вот данная точка зрения была подтверждена только на животных моделях. То есть, в частности, при изучении на человеческих, так скажем, моделях пока нет никаких подтверждений. И второй потенциальный минус, что хирургическое вмешательство, как известно, и наркозы могут привести, ну, вернее, приводить к снижению иммунного ответа. Но при этом мы имеем довольно-таки большой спектр положительных потенциальных плюсов. То есть, во-первых, происходит снижение цитокиновой нагрузки от опухоли. Снижается индексикация за счет удаления участков некробиоза. Снижается клеточная популяция, клональный пул, который в некоторых случаях может быть резистентным к проводимой терапии. Устраняется источник опухолевых стволовых клеток с повышенным метастатическим потенциалом. Снижается число циркулирующих опухолевых клеток и также отмечается снижение опухолевоиндуцированной иммуносупрессии. Давайте рассмотрим несколько исследований, которые подтверждают данную точку зрения. Вначале хотел бы отметить, что большинство исследований, посвященных данной проблеме, они все-таки носят ретроспективных анализ. Буквально, может быть, два, не более двух исследований, которые я смог найти, посвящены именно проспективному изучению данного вопроса. Они позже будут представлены. Ну вот, исследование Женевского канцерегистра, куда было включено порядка 300 пациентов, было показано, что полное удаление первичного очага опухолевого роста с достижением негативного края резекции приводит к снижению риска смерти от рака молочной железы в течение 5 лет на 40%. При этом данный эффект не зависел от локализации метастазов и отмечался даже при висцеральных метастазах. И при стратифицированном анализе особая польза была видна для пациента с поражением костей без висцеральных метастазов. В данном исследовании разница выживаемости имела статистически достоверный характер. В исследовании Вашингтонского университета было также показано, что те пациенты, которые подверглись хирургическому лечению, у них показатели выживаемости были лучше. То есть 26,8 месяцев против 12,6. И также данные были статистически достоверными. В исследовании Ланга также проводилась подобная оценка. Участвующие пациенты в данном исследовании были сопоставимы по основным демографическим характеристикам. И было показано при оценке общей выживаемости, что те пациенты, которые были прооперированы, у них, опять-таки, статистически достоверно была лучше выживаемость. То же самое касалось выживаемости без прогрессирования. Подобная оценка также была проведена нашими отечественными исследователями, в частности, в рамках НИР Российского общества онкомомологов с участием пяти центров. Это наш институт, это Северо-Западная академия Мечникова, это институт Герцена и онкоцентр Блохина, и также институт Ростовский институт. Вот было показано, что общая выживаемость пациентов, которые были прооперированы, вот пятилетняя выживаемость достигает 38%, в сравнении с 19% тех, кого не прооперировали. При этом также была проведена оценка краев хирургической резекции, и те пациенты, у кого края резекции были чистые, у них были самые лучшие показатели выживаемости. Ну, надо сказать, что было проведено два крупных метаанализа. Первый – это Харриса, который включал 10 исследований, суммарно более 28 тысяч пациентов, и было показано, что хирургическое вмешательство помогает увеличить трехлетнюю выживаемость до 40% против 22% непрооперированных. Также наибольший эффект исследователи отмечали у больных без выраженной сопутствующей патологии с гормоночувствительной опухолью, высокой и умеренно дифференцированной, ХЕР-2 негативным и с олигометастатической формой. Ну, метастаза имеется в виду. Вот данные исследования, которые были включены. Как видно в исследовании Хана, тут довольно-таки крупное исследование, при чистых краях пятилетняя выживаемость достигала 35%, с пораженными 26%, без хирургического вмешательства 17%. Ну, и почти во всех исследованиях отмечается подобная тенденция. То есть хирургическое вмешательство даже с нечистыми краями, с наличием опухолевых клеток, повышает показатели выживаемости. Другой исследователь – это Хеден, который провел такой же метаанализ. Здесь уже 16 исследований. Я уже не буду приводить графики и таблицы. Ну, суммарно, в принципе, он получил подобные же результаты. То есть также лучшие показатели отмечались в группе пациентов, которые подверглись хирургическому вмешательству. Ну, рассказывая об исследовании, в котором однозначно хирургическое вмешательство дает пользу, нельзя не упомянуть об исследовании, которое показало чуть-чуть иную картину. Это исследование, проведенное в Индии, в городе Бомбей, где было включено 700, изначально было включено 716 пациентов. Однако 276 из них по разным причинам не попали. Ну, и в итоге было рандомизировано две группы, то есть хирургическое вмешательство в последующей химиотерапии или химиотерапия 173 и 177 пациентов. Ну, в данном исследовании разница медиана выживаемости составила 19,2 месяца в группе больных с местным лечением против 25 в группе без местного лечения. Ну, несмотря на то, что данные статистически недостоверны, но можно сказать, что результаты похожи и фактически хуже там, где была операция. Но при этом при оценке безрецидивной выживаемости данная группа исследователей получила другую картину. То есть локорегиональный контроль однозначно был лучше в группе, где была выполнена хирургическая операция. Но странно, что данная тенденция никоим образом не отражается при оценке безметастатической выживаемости, которая лучше в группе больных, не прооперированных. Ну, и такая же картина при изолированном поражении костей скелета и при менее чем трех очагах метастазов, которые фактически ухудшают общую выживаемость. Честно скажу, я изучил данную статью на сайте Ланса, и немного нечасто встречается статья, где идет активная дискуссия с рецензентами. Так вот, очень много было отзывов, и у многих все-таки многие рецензенты высказывают подозрения. Во-первых, город Бомбей, это довольно-таки крупный мегаполис, там с окружающими пригородами, порядка 22 миллионов населения. В центральной клинике всего лишь 716 пациентов за 8 лет, слишком какая-то низкая цифра. Потом непонятно, почему исследователи исключили порядка 40% пациентов, то есть это прогрессивно, или отсутствие ответа на первую линию, непонятно. И при этом как-то странным образом ни одного случая позитивного края резекции у них не было. Но в любом случае есть такое исследование, которое опубликовано. Также хотел представить вашему вниманию исследование группы СИР. Это проведенное в Соединенных Штатах. Это в 88-е и 2011-е годы. Довольно-таки крупное, включающее более 20 тысяч случаев. Характеристики пациентов в исследуемых группах были сопоставимы. Довольно-таки интересный слайд. То есть в начале 90-х, когда только начиналось данное исследование, количество хирургических вмешательств было довольно-таки высоким. И вот это, возможно, скорее всего, подтверждает ту точку зрения, что эффективная системная терапия отодвинула хирургическое вмешательство на задний план. И фактически происходит резкое снижение количества таких вмешательств. И возрастает количество пациентов, которым хирургическое вмешательство не выполняется. Вот здесь медиана выживаемости в зависимости от некоторых характеристик пациентов. Лучшие показатели в группе пациентов моложе 45 лет. Хуже старше 65. Это, скорее всего, с коморбидностью связано. Также опухолью меньше 2 см. Лучшие показатели. Также видно, что при годовой оценке происходит нарастание вот этой длительности. Это признак того, что все-таки системная терапия стала эффективной. И лучшие показатели в группе пациентов с гормоночувствительной опухолью. Ну, это мультивариантный анализ, который также показал, что хирургическое вмешательство плюс. Что лучше именно в группе больных моложе 45 лет. Маленькой опухолью. И гормоночувствительной опухолью. Следующее исследование, которое... Вот второе проспективное исследование. Первое – это было индийское. А это вот второе исследование. МФ-0701, которое также оценивало хирургическое вмешательство с последующей системной терапией. В сравнении системной терапии с последующим местным лечением. Ну, как бы, опять-таки, по показаниям. Вот. В данном случае объем вмешательства могло быть и орган, сохраняющий операцию, и мастектомия. Обязательно было получение чистого хирургического края. Облучение молочной железы выполняли во всех случаях, когда... Ну, согласно стандартам учреждения. И также при подтверждении поражений подмышленного коллектора, выполняясь подмышленная лимфодиссекция. Системная терапия назначалась сразу же после рандомизации или после первичного хирургического вмешательства. Ну, это, как бы, общие данные по пациентам. И вот какие получились результаты. Трехлетняя выживаемость в группе пациентов, подвергнувшихся хирургическому лечению, составила 60%, в сравнении с системной 51%. Пятилетняя также уже, если здесь разница 9 месяцев, то при оценке уже пятилетней, данная разница уже росла. И медиана общей выживаемости составила 46% в группе оперативного вмешательства и 37% в системной терапии. Данная тенденция была фактически отмечена при оценке гормонального статуса, хердва статуса, возраста, костных метастазов, единичных метастазов. То есть, во всех этих случаях хирургическое вмешательство было оправдано. Единственное, при наличии множественных метастазов в печени хирургическое вмешательство ухудшало показатели выживаемости. И какое заключение сделали авторы? Что значительное увеличение пятилетней выживаемости и медиана выживаемости при хирургическом вмешательстве по сравнению с одной системной терапией отмечается при значительном увеличении уровня выживаемости с первичной операцией у больных в подгруппах с положительными рецептами к эстрогенам и прогестерону, хердва отрицательному раку молочной железы, единичным костным метастазам и возраст моложе 55 лет. И у больных с множественными метастазами в печени легкие наблюдается более низкая общая выживаемость с первичной операцией. Частота возникновения местной региональной прогрессии в 11 раз выше, чем в группе с первичной системной терапией. И хотел бы отметить, что порядка 36% женщин с метастазическим раком молочной железы, которым не проводилось местное воздействие на момент начала лечения, рано или поздно приходится все-таки выполнять хирургическое вмешательство. Ну, как я уже сказал, это или кровотечение, или незаживающая рана, которые основные причины. На сегодняшний день продолжаются проспективные исследования. Ну, надеюсь, в течение ближайших 2-3 лет, уже последний заканчивается в 2019 году, и уже пройдет этап фоллоуапа, и можно будет сделать более достоверные выводы по назначению хирургического лечения в этих случаях. Ну, вот то, что сейчас я представил, это касалось именно хирургическому вмешательству в зоне первичной опухоли. Ну, а также, как понятно, имеются отдаленные метастазы, и рассматривался также вопрос о удалении отдаленных метастазов. Ну, вот это исследование, касающееся легкого и печени. Ну, вот то, что касается хирургического лечения изолированных метастазов легких, также было показано, вот эти исследования все-таки уже в конце 20-го, и это первая декада 21-го века, то есть это этап развития эндоскопической, таракоскопической техники хирургических вмешательств, и показано, что эти вмешательства также улучшают показатели, удлиняют продолжительность жизни. То есть, при этом иссечение метастазического очага носит также довольно-таки важное диагностическое значение. По данным литературы, метастазические очаги в легких оказывались очагами доброкачественной природы или другими злокачественным образованием от 7 до 66% случаев. То есть, в зависимости от этого ответа, тактика лечения также могла быть пересмотрена. Ну вот, показатели выживаемости при метастатическом поражении. Видно, что те пациенты, которые подверглись метастазоэктомии, довольно-таки стабильно, пережив, так скажем, 10 лет, дальше уже показатели не сильно снижаются. То, что касается исследований, посвященных метастазоэктомии из печени, тут надо отметить, что во всех небольших исследованиях, которые были, это были тщательно подобранные пациенты с хорошим прогнозом. И большинство исследований одноцентровые, небольшие группы и довольно-таки растянутый период включения. Ну вот эти исследования. Здесь также, как видите, медиана общей выживаемости достигает 46%. Но если сравнивать с СССР до системных терапий и показателей прошлого столетия, то продолжительность жизни таких пациентов не превышала 15 месяцев, можно сказать, средняя медиана. То есть, вот здесь представлены рекомендации НССН. И, как видно, до сих пор все-таки основным способом лечения таких пациентов остается системное лечение. То есть, хирургическое лечение после начала системного лечения может быть рассмотрено с целью предотвращения развития осложнений, таких как извезление, кровотечение, боль. Операция должна осуществляться только при возможности полного удаления первичной опухоли, фактически, до чистых краев. И при отсутствии очагов, являющихся непосредственной угрозой жизни. Альтернативным вариантом является лучевая терапия. И ретроспективные исследования указывают на потенциальную пользу от полного удаления первичной опухоли при метастатическом раке молочной железы. И результаты двух перспективных исследований, влияние хирургического лечения на выживаемость больных метастатическим раком молочной железы, были представлены на конференции Аннатонио в 2013 году. И положительного влияния на общую выживаемость не было определено, к сожалению. И заключение. Все многочисленные ретроспективные исследования указывают на пользу от проведения хирургического лечения ДНО-метастатического рака молочной железы. При этом отмечается увеличение общей выживаемости. Только одно перспективное исследование демонстрирует противоположные результаты. Удаление одиночных метастазов из легких печени фактически сопряжено с увеличением общей выживаемости и может служить инструментом диф-диагностики. Необходимы новые перспективные рандомизированные исследования по оценке эффективности хирургических методик при лечении больных с метастатическим раком молочной железы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Олег Кребедович. Есть вопросы? Да. Один вопрос. Время уже. Спасибо большое за блестящую лекцию. У меня такой вопрос. На Ваш взгляд, для больных гормоночувствительным раком молочной железы предпочтительная опция хирургического лечения мы можем рассматривать одновременно, то есть до начала системного лечения. Это касается и первичного чага, и метастазов. Или же Вы рекомендуете проводить лечение лекарственное, а затем уже в оставшихся очагах решать вопрос о целесообразности хирургического лечения. До или после? Спасибо за вопрос, уважаемая Татьяна Юрьевна. То, что касается вообще таких пациентов, как правило, они к нам попадают по направлению все-таки химиотерапевтов. И понятно, что, скорее всего, они начнут свое лечение, достигнув хорошего результата, то есть, возможно, контроля за отдаленными метастазами или вплоть до полного регресса, они, как правило, задаются сами вопросом, а что делать с опухолью в молочной железе. И очень часто мы именно оперируем пациентов, которые после уже системной терапии с хорошим результатом и выполняется именно удаление первичного опухолевого узла. То, что касается в случаях, если бы мы сами видели этих пациентов изначально, ну, тут опять-таки решение, наверное, будет приниматься коллегиально. Будет приниматься коллегиально. И в случае вот олигометастаза, возможно, опромт хирургического вмешательства также имеет право на рассмотрение. Продолжение следует... Продолжение следует...